Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Так, давайте-ка начнем потихоньку. Смотрите, у меня здесь воин получает уровень 71. Да, ребята, я поставил ее сюда специально, потому что основного своего бойца я вернул к себе в отряд. И поэтому решил прокачивать эту дамочку. Также у меня через один день 20 минут получает парнишка 86 уровень. Тоже слабенько, но тем не менее. Так, ну а давайте теперь будем забирать все, что у нас здесь накопилось. Ага, улыбочки. Так, 38 уровень повар и 39. Алхимики у меня получают 45 и 51 уровень. Ага, так, шахтер 14 уровень получает. И это, по-моему, максимальный. Да, все, он у меня ничего не делает. Давайте камеру отдалим маленько. Вот так. Плотники. Пятый уровень и 34. Забираем древесину. Также заберем сталь. Что у меня здесь? Ага, повелитель душ на 89 уровень зеленый. Ну, это я сделал специально, ребята, чтобы они просто не простаивали. Мы все равно это с вами разберем все. Чуть-чуть попозже. Меч. Хе, властихи. Опять же, я ставил это просто так, чтобы потратить эти белые кристаллы. Все это у нас пойдет на разбор потом. Яблочки заберем. Так, с яблоками у нас нормуль. 411 тысяч. Хорошо. А денег? Денег тоже хорошо. Кстати, у меня, ребята... Воу! Я хотел себе сделать постройку, да? Смотрите, у меня миллион 946 тысяч стали. А для постройки мне нужно 2 миллиона. В принципе, мы это сейчас с вами и сделаем. И получается что, ребят? Что останется мне потом развивать только клановый холл? Хе, и все. И у меня все здания, все постройки будут сделаны. Так, давайте заберем улыбочки здесь. Так, больше ничего пока нету, да? Тут через 10 часов броня сделается. Я не помню. По-моему, я заказывал синюю. Да, на мага. Хорошо. Это, возможно, мы с вами чуть-чуть попозже увидим. Забираем здесь сундуки, которые нам дали... Так, за просмотр 5 кристаллов. Но это мы сделаем тоже чуть-чуть попозже. Сейчас не будем на это тратить время. Мне нужно 2 миллиона стали. И для этого нам нужно сделать с вами какую-то определенную вылазку. Давайте посмотрим, как он противника. Так, казуальный плут. 53 тысячи, это слабенько. А здесь 161 тысячи. И да, добавляем, конечно же, магию. Так, будем сейчас заказывать опять же пробники. Пускай она у нас готовится. Как раз к следующему периоду должна будет сделаться. Так, 3 штучки. Все. Давайте разведочку теперь посмотрим. 605 тысяч. Ага, смотрите. Легендарка, легендарка. Оу, воу, воу. Сколько легендарок. Откуда они все это успевают набрать? Я ума не приложу. Ребят, ну это просто какая-то жесть, а. У меня всего 2 легендарные вещи. Ну, 3. 3. И все. А у них уже практически вся армия одета. Как же так, а. Совсем, совсем я отстаю, ребятушки. Так, ну а вот этого вполне можно разобрать. Давайте мы с вами сделаем бой. Заберем, как говорится, у него сталь, которая нам нужна для окончательной постройки. А я смогу его разобрать? Нет, должен, должен. Так, всем баеньки, я сказал, баеньки. Все, отлично, ребята. И сейчас мы с вами будем заказывать как раз 125 тысяч стали. Мы зарабатываем. Ух, был бой, в принципе, легким. Так, а нам нужно же еще сундучок с вами открыть, бесплатный. Давайте посмотрим, хоть раз бы из него выпало лего, а. Хоть раз. Конечно, разбираем этот весь хлам к чертовой бабушке. Не нужно нам ни зелени, ни белюха. И будем заказывать с вами магическую лабораторию. Шесть дней, восемнадцать часов, да, значит? Хорошо, пускай будет по-ихнему. Мы, кстати, можем сюда поставить пару человечков каких-нибудь. Только вот каких. У меня вроде бы как все заняты. И, между прочим, у меня здесь чувачок получил 14 уровень же, да, шахтера. А здесь есть, наверное, и послабже. Да иди ты, псина, отсюда, мешаешь только мне. Так, вот, восьмого уровня. Зачем он нам здесь нужен? Абсолютно незачем. Так, что и... Так, погодите, давайте мы посмотрим, сколько у него там. Тысячу двадцать три он дает. А ты сколько будешь у меня давать? Тысяча восемнадцать. Хорошо, мы сделаем тогда вот так. Иди вот сюда. И ты тоже иди сюда. Мы перекинем шмотки с одного на другого. И я думаю, что будем в плюсе. Причем довольно в хорошем. Что бы нам еще с вами такого сделать, а? Хорошенького. Может быть попробовать на арену записаться? Участвовать. Блин, ну я прочим уверен, что меня там, наверное, порвут. У меня все-таки мощь отряда, ну, грубо говоря, семьсот тысяч. Ладно, фиксим. Пока поставим. Если успеем сюда с вами попасть, то тогда разочек с вами подеремся. Если нет, то нет. Я уже говорил, я по пятьдесят, по сорок минут жду, чтобы принять вообще участие в этом бою. Так, здесь у нас мана накопилась. Так, а что у нас здесь за сообщение? Так, просят дерево. Александр. Ладно, держи. Саня, дерево. Кронос тут у нас какой-то новенький присоединился к клану. Народ у кого? ТЗ-9. Какие сейчас призы на арене? Даже не знаю, что такое ТЗ-9. Тут нужны яблоки. Фейк-такси. Держи. Демон. Тоже поделимся. Юрий. Тоже лови. И пока все. Больше я никому ничего дать не могу. Зато могу взять, ребята, у вас подарки. Так, погоди. А, какие подарки? Вот подарки же. Не туда залез. Забираем. Кто у нас тут? Смотрите. Добердим. Такие ребята. Вот из наших только Ильдар и Андрюха. Остальные Фомка. Жопа Одина. Победители СССР. Кинг Лайт. Лас-Вегас. В общем, спасибо вам, ребят, большое. Сейчас я тоже вам отправлю. Так, Тазгеныч. Получай. Намаду теперь отдадим. Зутти. И Сергей Иванович. Так, теперь нам нужен кто-то из таких кланов, которые я только что видел. Но пока не знаю их. Жопа Одина только заполнил почему-то. Так, Вовка. Конечно же, Вовке отдадим. Это мой Андрюхи. Тоже мой соклановец. Потом у нас идет... Блин. Так, Стражи Мира. Конечно, мы ему отдадим. Так, забираю здесь подарок. Так, Малевич. Это у нас Иванушка, да? Да, точно. Это именно он. Эпик. Эпик. Так, Держи. Ну, а кто же у нас еще-то? Русский клан. Так, Фейк Такси. Держи, родной. Элмобил. Так, и у меня еще шесть, да? Точнее, девять я могу отправить. Форт Раскью. Ну, кто там опять на меня напал? Точнее, прилетел ко мне. Сейчас мы посмотрим. Так, Талисину. Владимир это у нас. Так, Умка. И Дэн. По-моему, из наших все. А, нет, Иммортал еще здесь у нас. Как же я про него-то забыл. Слушайте, я не вижу вот таких кланов, которые мне высылали подарочки. Как-то странно очень это все. Очень странно. Так, Фофан. Может быть, мне есть смысл отправить ребятам тех, которых я даже и не знаю. Как раз у меня три подарка. А, вот, Ильдар. Остается только два. Остается только два. И это будет... Ну, не вижу, ребят. Кайфолов. Блин, один подарок всего остается. И то, наверное, сейчас найду свой огнем здесь в низине, да? Погоди-ка. Нет. Самозванцы. Так. Асгард. Демоны и ангелы. Нету, ребята? Кинг оф лайф, по-моему, был такой. Давайте ему и отправим. Все. С подарками мы и закончили. Плюс у меня сколько там сундучков-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять сундуков, по сорок пять тысяч яблок в каждом. Ну, вот эти мы можем сейчас, в принципе, вполне открыть. Ага, замечательно. А здесь на разборку это все. Хлам он нам не нужен здесь просто-напросто. И теперь я даже не знаю, что мне делать. В принципе, основная моя задача... Да, сейчас мы эти переоденем. Это... А, тут же еще вот голем. Точно. В принципе, моя сейчас основная задача, это, ребята, прокачать своих бойцов и уже начинать копить как-то на лего. Уже капитально браться за легендарные шмотки, выступать как можно чаще на арене. Ну, вы видите, да? Ну, что это за ерунда? Уже пять минут прошло и всего лишь один герой, который записался на арену, и то это я. Так, хорошо. Этим мы, наверное, сразу же закажем. Пускай еще что-нибудь клепают. Хотя у меня можно заказать... Да, давайте мы с вами так и сделаем. И я сейчас разберу какую-нибудь шмотку синюю, ненужную мне. А их тут у меня много, если честно. Даже взять... Есть вот такие костюмчики. Четыре и девять. Да, разбираем. И закажу-ка я здесь просто-напросто фиолетовый амулет. Да, мы сделаем с вами фиолетовый амулет. Хватит у меня денег? Денег-то хватит, а вот... Манны не хватает. Плохо. Не получится, значит, у меня сейчас это сделать. Обидно, конечно. Тут ничего не скажешь. Ресурсы. Ну, а для чего мне сейчас в данный момент ресурсы? Только лишь для того, чтобы клановый холл себе улучшать. Так я думаю, что за это время смогу и сам потихонечку это все набить. Да, значит, получается, что мне нужно своих основных персонажей ставить на раскачку. Это, получается, у меня вояку, который у меня на каком он уровне-то? 93-го. Его нужно до соточки раскачивать. Но это будет очень и очень долго. С деньгами сейчас большая напряженка. Я не смогу их донатнуть. Вот этого мага нужно как минимум до 95-го уровня раскачать. И этого тоже. Ну, арбалетчика как минимум до 92-го уровня. В общем, еще пыхтеть и пыхтеть. Да, Новый год начался. И, как говорится, от этого нам немножечко не легче. Хотя, посмотрим, что он нам... Смотрите, уже трое нас. Хорошо. Шесть минут уже прошло. Так, что мы можем сделать? У нас портал закрыт. Ариана открыта. Это пока у нас еще закрыто. Врагов пощелкать? Ну, а для чего? Чтобы набрать себе рейта? Я пока тоже в этом смысла не вижу. Вскрывать, вскрывать. У меня, кстати, очень много фиолетовых шмоток. Если их разобрать... Ну, сколько? Давайте посмотрим. Раз, два, три. Четыре. Это четыре кристалла уже. Мне нужно еще шесть. Для того, чтобы я смог себе заказать какой-нибудь легенд... А, вот, еще меч. Получается пять. И больше, по-моему, нету. И еще пять кристаллов мне где-то нужно добыть. Чтобы я смог себе сделать эпическую какую-нибудь шмотку. Точнее, легендарную. Ну, это сами понимаете. Офигеть, как долго ждать. У меня есть один броник. Его разбирать смысла нет. Потому что мне дадут красный кристалл. А он пока еще у нас здесь не задействован. Но я представляю, когда они... О, уже шесть. Вот это уже хорошо. Мне бы манны набрать где-то, да, ребята? Может быть, ради манны понападать? Чтобы заказать себе фиолетовую шмотку. А потом ее разобрать. И получить еще один легендарный кристаллик. Хотя, есть в этом смысл определенный. Давайте посмотрим, у кого здесь много манны. Ну, с манной тут, конечно, вообще какое-то захудальство. 20 тысяч, 40 тысяч. Это мне сколько нужно боев сделать, чтобы я смог накопить себе определенное количество манны. Ну-ка, давай-ка мы проверим вот этого бойца. Делаем. Разведку теперь. И смотрим. 477 тысяч силы. Давай, мы его разберем. Хоть мы, конечно, себе много манны не прибавим от этого. Но все-таки чуть-чуть уже приблизимся с вами. Ого! Ого! Как это так? Такого просто не может быть. Я же сказал. Ага! Нифига он тут хитрожопый. Хе! Три лучника себе поставил на защиту. Но, тем не менее. Несмотря на то, что у него было очень мало силы. Он практически меня победил. Оу! Совсем немножко осталось, ребята. Еще три чувачка нам дождаться. И у нас будет с вами арена. Возможно, мы с вами все-таки попадем и поиграем. Но я знаю точно одно, что у меня там вынесут, наверное, как сосунка. 416. Там нужно 580. Это еще как минимум 3 или 4 боя нужно сделать. Так, давайте-ка мы с вами один откроем. Ну, еще один. Хорошо, уговорили еще один. Хрен нам что-то нормального достается. Только лишь ресурсы. В данный момент они мне практически не нужны. А яблоки мне пригодятся. Я потому что буду... Нет, наверное, не в этой неделе и не на следующей. Но в ближайшее время собираюсь пойти в портал и фармить ящики. Но, опять же, нужны деньги. А с деньгами очень и очень кисло. Я бы даже сказал, очень кисло. Так, 10 часов. А, все никак не мог до этих ребят добраться. Давай, снимай. Хотя, подожди, зачем ты будешь снимать, когда мы можем посмотреть и так, что у нас для тебя есть подходящего? Так, ты у нас шахтер, значит. 230 слабенько. Это тоже слабо. Нет, по шмоткам не идет тебе ничего абсолютно. Давай посмотрим по оружию. А здесь у тебя 240. Значит, мне нужно выше 240. Ну, как видим, опять ничего подходящего нету. Так, уже топоры пошли. Здесь кислость. Да, ничего. Ну, давай тогда глянем по кольцам, что ли. Я не знаю. Что еще я могу тебе предложить? 239 у тебя, да? Да, кисляк. Отбойный молоток. 256. Слушай, да это бред какой-то. Ну-ка, а что у тебя тут находится? Так, ну-ка, давай снимай. И это тоже снимай. Так, и это снимай. И вот это. Вообще тебя разденем, короче. И попробуем перекинуть на моего. Так, начнем. Здесь что-то я хорошенького у него снял, по-моему, да? 230. Нет. Слушай, а мне показалось, что вроде бы что-то было лучше. А, 230. Ладно, фигня. По броне. Так, ну-ка. Вот. Вот это уже другой разговор. Так, и по кольцам. По кольцам, по амулетам. Во. Замечательно. Так, а вот здесь слабовато. В общем, вот в таком варианте мы его отправим добывать сталь. Так, ну, а тебя, братишка, мы отправляем на раскачку. Будешь у меня заниматься, тренироваться, набивать 14 уровень. Так, что у нас там по арене? Давайте глянем. Так и висит, да? Все на семерочке. Ну, ладно, хорошо. Подождем. Ну, 12 минут уже прошло, ребят. Так, чем бы мы можем еще заняться? Нашествия у нас нету. Точнее, вторжения. Потому что сейчас еще очень рано по времени. Но оно обязательно будет. Но позже. Так. 40. 42 тысячи, да? Ну-ка. Давайте попробуем у него немножко забрать манны, которая нам нужна для того, чтобы мы могли поставить. Ой, зачем же я так туплю? Ёлки-палки. Я заказываю себе магию и в то же время трачу манну. Вот это я тупанул. Черт бы побрал. 605. А, хрен с ним была не была. Я помню, что он, по-моему, в легендарке, да? Весь там одетый, разодетый. Фиг с ним. Не будем ускоряться. Сейчас просто глянем. Так, заморозочка у нас первая прошла. Оу, сейчас моих магов, по-моему, снесут. Ну, если успеют, конечно. Да черт подери, блин, нарезаются, успевают отрезаться. Ну, будьте вы жарить или нет? Хорошо. Два бойца упали. Все. И маги тоже упали. Замечательно. О, уже 8, ребята. 8 из 10. Хорошо. Осталось совсем маленько нам с вами подождать. Ну, вы уж не обижайтесь, если я, ребят, проиграю на этой арене. Но зато будет немножко фаново это все дела. Выглядеть. Так, такими успехами мы можем еще пока успеть, наверное, с вами сделать какой-нибудь бой. Магор не подходит нам. Ну, давай, тебя посмотрим. Так, может, сразу в бой. Блин, а я даже... Ну, ладно, давайте. Блин, у меня же не отхилены, ребята. Ну, ладно, чуть-чуть это простительно. Давайте накажем маленько. Эй, у меня всего две маги. Ё-моё. Далеко я так не уеду, ребят. Стоит сейчас мне подбить моего мага. Все. И, кстати, это был боевой маг, между прочим. Да ладно, успокойтесь. Ну, будут резать-то или нет? Нет, ребят, никто не будет резать, потому что... Потому что я проиграл здесь. Да, потому что я взял с собой очень мало маги. Да и хрен с ним. Зато рейд немножко слил. Да что ж так долго-то, а? Ну, в самом-то деле. Ну, давайте еще двоечку там наберите. Ё-моё. Во, один. Последний остался. Фух. Давай-давай-давай-давай-давай. Быстрее. Быстрее. Я хочу на арену. Получить люлей и расстроенным уйти. Ну. Черт, почти 15 минут прошло. Но, как ни странно, это довольно быстро все-таки прошло дело. Быстро у нас тут набралась командочка. Несмотря на то, что сейчас очень раннее время. Блин, а заказать я так ничего и не смогу, да? Жаль. Хотя я знаю, что на следующей заходке в игру у меня будет очень много манны. И тогда я смогу себе заказать. Только вот что заказывать, пока ума не приложу. Или колечко. Это, наверное, будет, скорее всего, кольцо. Так, кстати, у нас здесь шмотки, которые я хотел разобрать. Да? Ведь зеленые-то мы с вами скрафтили. Где они у нас? Вот они. Конечно, это разбираем. Это мы тоже разби... Погоди, нет. Вот это нам нужно разобрать. Да и синих шмоток тоже у нас достаточно, если посмотреть. Которые нам тоже, в принципе, в таком количестве, сколько их есть, мне не нужны. Некоторые даже уже слабенькие. На 83 уровень. Так, а здесь на 91. Магическая броня и здоровье. В принципе, нафиг нам не нужно. И тут броня и здоровье. Два амулета на броню и здоровье. Фигня. Ну, что там у нас? Блин, да елки-палки. Ну, последнего-то... Будем набирать или нет? Эй! Неужели самый отважный спит? Или подлит нам специально не заходит в игру? Так. Блин, я даже не знаю, что мне сейчас сделать. Ну, давай заберем эти сундуки. Хотелось бы, конечно, где-то повоевать. Что-то такое поделать. Я уже говорил ребятам, программистам, по поводу того, что сделайте какой-то обновленный контент, чтобы мы могли чем-то заниматься. Когда вот... Я представляю, хай, да? У них все развито. Там все в легендарке. И что им делать? Только нападать на игроков? Ну, в этом смысл теряется. Потому что фарм ресурсов, по идее, больше ни для чего не нужен. Абсолютно. Ну что, у нас есть, например, все будет развито, да? Вот, клан холл мы с вами добьем. И здесь уже вообще ничего не будем делать. Хотя у меня еще есть один вариант, ребята. Это укрепление. Здесь нужно, как видите, очень много чего. Да, в принципе, есть смысл немножко пофармить хотя бы ради этого. Чтобы улучшить себе защиту замка. Помимо клан хола. Лучше я так сделаю, да? Ну, что там у нас с ареной? Да как же так? Почти уже 20 минут мы всего не можем найти одного бойца. Бред какой-то. Сейчас еще начнет народ расходиться. И будет у нас количество игроков падать, падать и падать с каждой минутой. Это очень плохо. Надо, как говорится, чтобы он хотя бы уже зашел в бой. А там уже трава не гори. Ну, вот о чем я, блин, вам и говорил. Ребят, ну посмотрите, а? Теперь уже двое нам нужно. Ах, е-мое. Ну, давайте тогда кого-нибудь с вами поищем. Магор. Не хочу я Магора. Так, а здесь у нас что? Ну-ка разведочку. Добавить. Ну, давай добавим. Последнюю свою магию. Так сказать, потратим. Но делать пока не будем, ребят. Не будем, потому что мы будем с вами сливать ману. А это нам не нужно. Так, разведку делаем. 588. Смотрим на этого. Персонажа. Да, вполне сгодится. Давайте в бой. На ускорении. Пока ничего я не буду тратить, ребята, будем смотреть. Так, пора, пора, ребятушки, пора. Потому что уже потихоньку начинают разбирать. Ты посмотри, что творит, а? Что у тебя там? Слишком много ресничков? Нет, все-таки он проиграл. Что тут еще за подглючивание начинается. Да елки-палки, а? Жизнь какая-то. Все-таки, ребята, это, по-моему, не собака. А волк. Уж больно воет он как-то, как волк. Волк на луну. Так, и у нас здесь с вами где-то... Где у нас задание? Мы же с вами можем что-то посмотреть. Кинотеатр. Противостояние. Кстати, нужно еще одну победу. Я получу два синих сундука. Вот это, кстати, стоящее дело. Может быть, нам с них что-нибудь додостанется. Так, давайте тогда кого-нибудь еще выберем. Рик. Рик. Ага, ну-ка давай посмотрим, что это у нас за Рик такой. Да, кстати, ребята, вы можете написать в комментариях мне по поводу Хастл Касл. Ай, зачем я опять? Да что ж такое туплю-то, а? По поводу Хастл Касл, что можно мне делать? Чем заняться вообще? Чтобы, как говорится, поддерживать с вами вот этот вот игровой азарт. Ну что, 443 тысячи силы. Я думаю, вполне мы его сейчас разберем. Без проблем даже, я бы сказал, наверное. Но. Так, порвали. Они резают, но это им не помогает. Даже не буду тратить ни одной магии. Е-мое, 20 минут уже прошло. Это, соответственно, у меня уже 20 минут идет ролик. И не шиша, и болт, как говорится. Ладно, забираем пока сундуки. И сразу... Что здесь такое? Еще что-то? Так, и давайте мы, наверное, с вами уже их посмотрим. Что нам здесь достанется? Так, колечко. Ладно, пускай пока остается. Сковородка тоже. Нет, вот это вот нам не нужно барахло. Так, это пускай. Вот это тоже разбираем. Что, что, что? Ладно, фиг с ним. Лопата. Так, костюм. А вот уже и синие сундуки пошли у нас. Ну, давай, давай, давай. Нет, вот это вот... Это нам не нужно. И здесь... Здесь тоже хлам какой-то, блин. 17 билетов у меня, ребята, накоплено для арены. Ну, как вы понимаете, хрен на нее попадешь, блин. А я очень сильно хочу. Да, пускай даже проиграем. Но, тем не менее, мы все-таки получим с вами какие-то очки. За которым мы... Кстати, что у нас там сейчас в данный момент на арене дают в магазине? Жемчужина мудрости. Срабатывают раз в некоторое время. Так. Урон бойца уменьшается на 90%, но при этом скорость восстановления способности увеличивается на 80%. Угу. Не очень. Какой-то сфера забвения. Замедляет перезарядку следующей способности всех врагов на 45%. Ускоряет перезарядку следующей способности всех союзников на 30%. Ммм... Черт его знает. Руна власти. Наносит 1990 урона по всем врагам и оглушает их на полторы секунды. А, на 0,5 секунд даже. Призывает рядом с врагом прислужника и урона. Ну, что-то такое нормальное вроде бы. Наносит всем бойцам на поле боя. 7800 урона и оглушает на полторы секунды. Я представляю, если, например, каждый боец был бы снабжен хотя бы по артефакту. Это, в принципе, огромный перевес был бы. А здесь у нас также дается... Булава-повелитель. Что это такое за булава? Уворот. Так, вот. Еще один прибавился. Еще одного осталось нам подождать. Каждый удар увеличивает урон на 18%. Да что ж такое? И ушел. При оглушении бойца или смерти цель возвращается... Фигня какая-то. Это у нас для лучника, да? Урон. Ого, урон. Нифига себе. Неплохо. Увеличить свой урот на 40%. Хрен его знает. Стоит он того или нет вообще. Ну, 5000. Блин, это же сколько мне копить надо, ребят? Так, также можно получить редкое оружие. Редкую броню, редкое кольцо, редкий амулет. Ну, и, соответственно, тут можно купить билеты на турнир. Да я и так их накопил целую кучу и потратить не могу. А вы еще их за кристаллы делайте. Ну, не смешно ли самим-то? Также можно получить сундук адепта и сундук мастера. Сундук мастера что в себе содержит? Левендарку. Эпический и редкий предмет. Но это если выпадет. Хотя за 39 600... За 39 600... Это у нас... Это у нас охренеть, как много. Но зато оно того стоит. Это же сколько нужно мне... Смотрите тут. 74 тысячи, да? 67 тысяч. А кто они такие? Можно посмотреть их? Ну-ка, давайте профиль глянем. Кто он вообще такой? Так, достижения это все фигня. Ну, жители, понятно. Максимальное развитие навыков. Ну, в принципе, неплохо. Вот это вот, я не могу понять. Получено эпических и легендарных предметов. Это за всю игру или за... За арену? Вот это 201 эпический. И 54 легендарки. Охренеть. 54 легендарки. Блин, жесть. Где он получил, блин? Олух. Поделился бы мне хотя бы там... 10% от своих выигрышей бы. Отдал бы мне 5 штук. Моток легендарных бы. Очень бы даже помогли бы. Не, ребят, мне такое впечатление, что нифига у нас сегодня не получится попасть на эту арену. Это какое-то западло. По-другому это не назвать. Время уже просто-напросто поджимает. У меня есть еще кое-какие дела. И я все время в надежде думаю, что мы попадем. Но, как видите, все безрезультатно. Ладно, подождем еще маленько. Но всего лишь 8 игроков у нас собрано. Давайте мы сделаем еще какой-нибудь бой. Ян. Ну, давай. На разведку сделаем этого Яна. 495 тысяч силы. Хрен с ним. Давай попробуем ее разбомбить. Уже ради фана. Просто-напросто. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да, в принципе, все у нас хорошо получится. Мы здесь разбираем их всех. Готов. Спасибо тебе, Ян. Так, сколько мы? 22 тысячи мана получили. Ну, этого мало, конечно же, опять. Ты как ни крути. Так, забираем заработанные сундуки. Дальше в земли врага. Это что такое дальше в земли врага? В любых сюжетных точках. А, вторжение надо. Но вторжения пока еще нету. Так что было бы оно, мы бы хотя бы могли с вами чем-то, в принципе, сейчас заняться. Да иди ты отсюда, хлам. Так, здесь. Ну, ладно, это мы оставим. Это мы тоже оставим. И больше нам нечего, в принципе, открывать. Так, что у нас в глобалке? Набор в клан. Набор в клан. Тут, короче, только про наборы. Создать клан или найти и вступить. Ну, Максим, это все зависит от того, что ты хочешь. Если ты хочешь уже в развитый клан, то тебе самому нужно развиться. А ты, я смотрю, у нас только лишь 10 уровня. Но в твой клан вряд ли кто-то сейчас пойдет, даже если ты его создашь. Это как бы тебе к слову. Так. Ну, и, в принципе, тут пока все. Тут все хвастаются своими боями. Мы их смотреть пока не будем. Нам это пока ни к чему. Так, здесь я у себя уже читал. Надо хотя бы, наверное, поприветствовать всех. Нет. Вот так сделаем. Вот так. Да, написал, блин, всем. ВМ привет. Ладно. Западает, как говорится, кнопочка. Ну и фигзаем. Ну, что у нас по арене, ребят? Ну, как видите, все без изменений. 28 минут уже прошло, как говорится, мое время. И стекло на этом. Да, неожиданно, конечно. Хотел как лучше. Ребят, поверьте мне. Но ничего не получилось. В общем, ждем, когда у меня закончится постройка. Тут три дня нам еще ждать. Так, а что же я там еще-то заказал? А, я еще заказал здесь. Шесть дней. Нужно сюда кого-то отправить. Ну, кто, кто, кто там явился? Опять крыса. А вот кого мне отправить сюда можно? Вроде бы, как все заняты, все предели. Тебя. Ну, ты у меня будешь... Ну, ладно, давайте сделаем так. Пускай она идет сюда. Так, мы сократили немножко время. И давай, даю на тебя тоже. Вот сюда забросим. Все, пять часов... Ой, пять дней, девятнадцать часов у нас надо подождать. И это, в принципе, закончится все дело. Конечно, бы хотелось бы, ребята, в ближайшие сроки, в ближайшее время, какое-нибудь очень и очень хорошее глобальное обновление. Хотя бы там битву за земли или война с кланами. Хотя война с кланами-то не особо там нужна. Объединение в гильдии, торговля. Вот это, я думаю, было бы самое то. Ну, и еще, конечно, бы хотелось бы какую-то новую сюжетную линию. В принципе, я думаю, что это реально. И ничего для программистов сложного, как говорится, не стоит. Че, наклепал и вперед. Так что, ребятушки, ладно, будем, наверное, завершать на этом наш выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Я повторюсь, это была у нас, как бы сказать, не очередная вылазка. Просто мы посмотрели, что почем, как и че. И будем с вами ждать что-то такого новенького глобального. Ну, а я буду пока потихонечку развивать своих героев. И как только у меня появится, наверное, денежка, мы с вами пойдем фармить портал. Потому что больше мне, как говорится, нет куда взять. Мои финансы пока поют романсы. В общем, все, ребятушки. Всем удачи, всем хорошего настроения. На ближайшие празднички. Как говорится, вас всех еще раз с наступающим. Скоро будет у нас Рождество. Ну, а мы увидимся с вами в новых следующих видосиков. А их намечается в ближайшее время очень и очень много. Так что не пропадайте и будьте всегда на чеку. Всем пока. Удачи.